Здарова, ребята, вы попали на канал Овертейклаб, и многие в комментариях спрашивали, а что у меня вообще за iPad, когда я его покупал, и вообще расскажи про него, я подумал, ну реально, давайте я сниму про это отдельное видео, и сразу же в нём отвечу на первый вопрос. Это iPad Mini 2, он 2013 года выпуска, а на остальное, на остальные вопросы, и о том, как вообще я использую старый iPad в 2020 году, я отвечу в этом видео. Меня зовут Алик Чехкиев, вы на канале Овертейклаб, погнали! Как я уже сказал, это iPad Mini 2, покупался он мной в 2014 году, под конец 2014 года, когда рубль начал стремительно падать, а гаджеты Apple ещё не подорожали, я вот попал в какой-то вот момент, когда я вот купил свой iPad, и на следующий день он буквально стоил уже, ну на пару тысяч точно дороже. Почему вообще Mini 2? Да блин, потому что Mini 2 в своё время был реально очень крутым бюджетным iPad, если его так можно назвать. Дело в том, что когда выходил iPad Mini 1, он был на немного заниженном железе относительно актуальных iPad'ов, и тогда многие не понимали, зачем вообще он нужен, он меньше и так уже урезан, да ещё и железо в нём хуже, чем у четвёртого iPad'а на тот момент. В 2013 году выходит iPad Air, с ним же вместе и iPad Mini 2, который ещё по сравнению с первым iPad'ом резинный экран вставили, если я ничего не путаю, и в iPad Mini 2 вставляют точно такое железо, как и в актуальный Air, и тогда это было прям вау, то есть ты можешь купить iPad Mini, он будет дешевле, да, у него будет меньше экран, хотя в этом есть иногда и плюсы, и работать он будет абсолютно так же, как и современный последний iPad Air. Ладно, не буду скрывать, что, конечно же, в то время я хотел Air, чтобы был больше экран, все дела, но у меня время поджимало, как я сказал, рубль падал, и вообще, если честно, я не планировал покупать iPad, у меня была определённая сумма, которую я накопил на то, чтобы собрать новый компьютер, и поскольку железо компьютерное, я не знаю, с чем это связано, оно в ценах меняется практически, соответственно, рублю, а вот гаджеты Apple, вот пока в них ценник в магазине не поменяют, так их цена и не поменяется, поэтому относительно того, как падал рубль, так же и дорожал мой компьютер, который я собирался собрать, а iPad еще не успели подорожать, я такой, оп, все, прибежал и купил. Ну, блин, 2020 год, iPad, которому в этом году исполняется 7 лет, на нем вообще что-то можно делать? Я вам скажу, да, я его использую каждый день, что такого? То есть, iPad в плане долговечности, да, конечно же, iPad mini 2 уже не получает актуальную версию iOS, последняя актуальная версия iOS была iOS 12 какая-то там, по-моему, 3.3, потом еще выходили 4, то есть 12.4 и так далее, и что я вам могу сказать? А я не обновлялся на iOS 12, я и на iOS 11 не обновлялся тоже. То есть, мой iPad mini 2 работает на iOS 10, да, с тех пор я его не обновлял, я вам скажу поточнее, это, по-моему, последняя версия iOS 10, то есть я специально выжидал последнего обновления и после него сказал, все, я больше не обновляюсь, да, так, я, видимо, версию 12.3.3 перепутил с 10.3.3, да, что-то я не то вначале сказал, короче, на нем установлено iOS 10.3.3, с тех пор я его не обновлял, я знаю, что можно как-то поставить заглушку с обновлением, и чтобы обновления тебе вообще не прилетали, но я не нашел бета-версию 10 iOS, чтобы это сделать, поэтому мне постоянно приходит уведомление о том, что обновите, пожалуйста, свой iPad на iOS 12.4. что-то там, и я от них отказываюсь и надеюсь, когда-нибудь не промахнусь по кнопке и случайно не обновлюсь. Как вот можно заметить, листая даже спрингборды, в принципе, вот ничего, ничего, никаких проблем нету. Проблемы, я вам скажу, в чем заключаются, это в одном гигабайте оперативной памяти, я уже неоднократно говорил, что в старых устройствах от Apple оперативная память прям становится каким-то камнем преткновения, ничего себе, что я сказал. За счет того, что у него всего 1 гигабайт оперативной памяти, конечно же, серфить интернет становится гораздо труднее, часто сайты очень долго подгружаются, часто подвисают и так далее. Из-за того, что 1 гигабайт оперативной памяти здесь также нет полноценной многозадачности, она немного урезанная, то есть я могу достать сбоку приложение, но я не могу их открыть одновременно. Непонятно, зачем вот нужна вообще эта функция с доставанием звукового приложения, но, к счастью, здесь работает картинка в картинке, то есть я не знаю, с чем это связано, но ее они добавили на устройство с 1 гигабайтом оперативной памяти, и это реально круто. А картинка в картинке, если бы это еще было на ютубе, хотя на ютубе, я не знаю, может быть под подписки работает картинка в картинке, но в бесплатной версии ютуба картинка в картинке не работает. Вообще, все работает идеально, ну то есть, если им использоваться вот просто как устройство для серфинга интернета и просмотра видео, то вообще идеально. Единственное, есть какой-то баг с поиском Spotlight, я не знаю, с чем это связано, но иногда, когда я его достаю, он у меня достается где-то снизу, и этот какой-то дикий баг iOS 10, который не починили даже в последней версии, я не знаю, я вот сейчас пробовал, я не знаю, получится ли у меня на видео как-то это вам показать, но это случается прям часто. Я просто часто пользуюсь поиском Spotlight, я не знаю почему, наверное, я забываю постоянно, где у меня лежат иконки, поэтому мне легче найти их через поиск, но, тем не менее, это реально раздражает, когда у тебя поиск переворачивается, и клавиатура тоже куда-то вбок отъезжает, и очень сложно набрать нужное тебе приложение. Последнее время на iPad я использую, ну, как я уже сказал, если его используют для YouTube и просто серфинга в интернете, он подходит идеально, в принципе, в последнее время я его так и использую. Иногда я включаю на него музыку в Apple Music, в основном, конечно же, смотрю YouTube. Если что-то найти, гораздо удобнее искать это в интернете посредством большого браузера, то есть через iPad, не прибегая к маленькому экрану айфона. Через iPad реально серфить интернет круче. Приложение iBooks часто, часто также бывает, что я прибегаю к его услугам, к его использованию. Я рассказывал однажды на канале, как скачивать можно книги бесплатно, это видео будет в подсказке. Я таким способом качаю книги в iBooks и совершенно спокойно их читаю. Читаются книги в iBooks довольно приятные, на самом деле, реально, эта читалка очень хорошо реализована, и я даже не знаю, зачем нужны какие-то сторонние читалки. Apple сделали просто, наверное, идеальную вещь. В принципе, если ты покупаешь iPad, он тебе также заменяет и электронную книгу. Да. Заменяет ли iPad мне компьютер? Нет. На нем я не могу монтировать те же видео, я не могу играть в игры. Я, конечно, говорю не о мобильных играх, а о серьезных играх, которые идут только на компьютер. Да и так как на моем iPad нету мультизадачности, в принципе, допустим, искать что-то в интернете и параллельно, допустим, писать сценарий какой-нибудь для видео, тоже сложно. Это удобнее на компьютере. Допускаю, что если в iPad, на которых уже там от 2 гигабайта больше, есть мультизадачность, это делать проще, но на Mini 2, например, легче просто смотреть видео. Ну, блин, чисто теоретически я понимаю, если вы работаете только в каком-нибудь Word и PowerPoint, ищите что-то в интернете, и вот весь user experience от компьютера заключается только на этом, то чисто теоретически вы можете использовать iPad, но я не очень понимаю, как, например, отправить из приложения Word документ по почте. То есть это чисто теоретически как-то можно будет сделать, но это так сложно, потому что они синхронизируются только с облаком Microsoft, и потом из этого облака как-то нужно достать этот файл и каким-то образом поправить, отправить по почте. В флешке, ну, чисто теоретически как-то ты можешь флешку сюда занести, но на флешку ты не скинешь этот файл Word. И если у вашего принтера нет AirPrint, то и распечатать ничего вы не сможете с iPad. Ну, то есть iPad пока что заменяет компьютер, но очень слабенько. Единственное в плане PowerPoint, что я могу сказать, когда я учился в школе, нам часто задавали вот эти вот презентации, и я спокойненько ложился на кровать, делал презентацию в PowerPoint. PowerPoint на iPad абсолютно не урезанный, вообще все продукты Microsoft очень хорошо сделаны для iPad. Там есть полноценный PowerPoint, лежишь себе, делаешь эту презентацию, потом она синхронизируется с облаком Microsoft, ты идешь на компьютер и просто скачиваешь его из облака и закидываешь на флешку. Было прям очень удобно и можно было даже с утра. Проснулся такой, сделал презентацию, быстренько скинул и все, не нужно было часами сидеть за компьютером. Поэтому в плане учебы я iPad считаю, конечно же, must-have девайсом. То есть даже писать что-нибудь, какие-нибудь книги открывать, учебники, это гораздо удобнее, чем на iPhone. Листать PDF-файлы, делать презентации, смотреть какие-то обучающие видео, также есть какие-нибудь приложения для подготовки EG, да, они тоже есть на iPad, их тоже можно использовать. Да даже те же кимы с вариантами EG гораздо удобнее, ну реально, удобнее открыть тупо на iPad, чем на iPhone. И блин, iPad как такой учебник, это реально, и я понимаю, почему Apple часто позиционирует iPad и часто рассказывает о нем как устройстве для того, чтобы учиться. Они часто показывают, как их используют в школе, они часто устраивают какие-то программы для того, чтобы оснащать школы iPad'ами. И это действительно правильно, iPad реально помогает в учебе, это не шутка. Ну хорошо, чисто теоретически компьютер мне заменить iPad не может, но может ли iPad заменить мне мой iPhone? Тоже не может. Я говорю не просто про то, что, ну блин, я не могу звонить по iPad'у, нет. И в принципе iPad бы смог заменить, но дело в том, что здесь нет вообще приложения для социальных сетей. Instagram? Здесь вообще нет приложения Instagram. То есть, ты можешь загрузить приложение Instagram для iPhone, оно у тебя будет запускаться вот в таком вот окошке, как будто ты его скачал на iPhone и развернул на iPad'е. Приложение ВКонтакте? Оно есть, да. ВКонтакте сделали приложение для iPad'а и не обновляли его, ну, где-то лет пять. То есть, понятно, что ВКонтакте уже далеко уехал и большинство функций, которые есть в то приложении не работают. И, ну, сообщение написать можно, да, зайти в какую-нибудь группу можно, ленту полистать ВКонтакте можно, а вот остальное уже нельзя. Даже голосовое сообщение, как я понимаю, вы не прослушаете. Поэтому я очень хорошо понимаю Джобса, который говорил на презентации первого iPad'а, что iPad это именно девайс между iPhone'ом и MacBook'ом. Ну или вообще, в принципе, Mac'ом. И он очень хорошо вклинивается в эту систему, особенно если у вас iPhone с маленьким экраном. То есть, YouTube серфить интернет гораздо удобнее на iPad'е. iPhone, такое вот мобильное устройство iPad, больше такой домашний прикроватый девайс. Да, конечно же, iPad' можно использовать как мобильный компьютер, то есть, как замену ноутбуку. Но, как я уже сказал, мой кейс использования немного не подходит под это. То есть, ни видосы монтировать, ни играть в игры кейс использования. Ну, короче, да, в игры. В игры я никак не смогу поиграть на iPad'е. Чего мне не хватает относительно новых iPad'ов? Мне не хватает то, что я не могу обновиться на iOS 13. Тогда бы появилась поддержка мышки и клавиатуры. А вместе с мультизадачностью, я думаю, что это было бы немного похоже даже на ноутбук. И, возможно, ну лично мне, как я понимаю, вот как можно это использовать, было бы удобнее писать сценарий для видео. Потому что сейчас сценарий я могу писать только с компьютера. Мне нужно иметь браузер, чтобы искать информацию, текстовый редактор. На iPad'е, ну, неудобно скакать. Из текстового редактора в браузер и вот так вот туда-сюда. Ну, а в остальном, вот, поддержка мышки, поддержка мультизадачности. Я не знаю, зачем нужно обновлять iPad. Ну, то есть, естественно, чисто теоретически, вы, наверное, не сможете на нем поиграть в какие-нибудь последние игры. Даже вот в тот же Call of Duty, который недавно в мобильный вышел. Вы в него не сможете здесь поиграть. Но оно мне, честно говоря, не нужно. Я могу сделать это на iPhone'е. Да и, блин, iPad'е использую совсем для другого. Мой iPad Mini 2 носился постоянно в чехле. Сохранился он достаточно хорошо. На самом деле, здесь нету, ну, никаких царапин, да. То есть, только вот, наверное, царапины на экране, который никак не защищался. Я использовал его всегда в чехле. И вы можете сейчас посмотреть, во что превратился за все это время чехол. Но я чехол не снимаю, потому что он защищает внешний облик iPad'а. Возможно, как-то защитит его от падений. Ну, и выглядит этот чехол уже так, поношенно. Я, я, короче, лофт. Лофт. У меня лофт чехол в лофт дизайне. Поэтому мой вывод такой. Если у вас есть iPad, то, наверное, нет смысла его обновлять, если ваши задачи не уходят дальше посмотреть видео или посерфить интернет. Ну, вот, чисто мое мнение. Если нужна какая-то более глубокая работа именно с iPad'ом, как замена ноутбуку, конечно же, нужен iPad' поновее, который поддерживает уже iOS 13 и, ну, хотя бы поддерживал iOS 14 в перспективе. Ну, а я люблю свой iPad' и пока, ну, я не планирую его менять. Не знаю. Нужно будет как-то задуматься вообще, на что его менять. Потому что менять на не Pro с рамками, ну, это что-то, типа, будет то же самое. Хочется уже, наверное, Pro без рамок, чтобы вот это вот было уже хоть какой-то экспириенс новый. Ну, то есть это уже не обновленный просто iPad в том же дизайне, только чуть помощнее, а вот просто вот совершенно новый экспириенс. Ну, а на этом все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал Overtake Love, включайте колокольчик, чтобы смотреть видео первыми, не забывайте оценивать это видео и пишите в комментариях, что вообще вы думаете насчет iPad'а. Есть ли у вас iPad'ы? Использовали ли вы когда-нибудь iPad и какие у вас iPad'ы? Напишите, пожалуйста, мне будет очень интересно почитать и пообщаться с вами. Всем пока!